Приветствую вас, я думаю, Екатерина, что вот самый первый вопрос, который вам нужно себе задать, это вопрос о том, почему вы назвали себя Катей, то есть просто Катей, не Екатерина, Катя, да? Сейчас вот складывается ощущение, что вы к себе относитесь, ну, с не совсем таким подобающим самоуважением, да, это первое. Второе, вы говорите, что не знаете, что делать, я вас понимаю, что вы не знаете, что делать, но сначала нужно решить, что вы хотите делать. Потому что я тоже не знаю, что делать в этой ситуации. То есть в этой ситуации можно в равной степени понять, что у человека есть какой-то груз прошлого, и что он, ну, не сможет при всём желании груз этот отпустить вот так быстро, да, можно относиться к нему с пониманием. А можно сказать, что нет, всё, ты не можешь забыть бывшую, у тебя ещё и к ней есть чувства, всё, мы с собой расходимся. И та и другая позиция, в принципе, будут, ну, равноценны, да, полностью, полностью разнозначны, будет та и другая позиция. Вопрос заключается в том, что вы хотите делать с этим. Вот. Дальше. Вы пишите. Мне больно. Ну, то есть, вы говорите, мне больно. Вы говорите, что мне больно. А отчего? Тут у вас случилась истерика. То есть молодой человек вам настолько важен, вы в нём настолько нуждаетесь, что появление третьего лица, пускай даже такого гипотетического, да, оно вызывает у вас боль и истерику. Тут хочется опять же спросить вас, ну, почему так, почему так? Из-за чего так? Что послужило причиной такого восприятия ситуации? Отчего вам больно? Дальше. Тот факт, что вам больно свидетельствует о наличии определённых чувств, чувств негативных. Это может быть страх, это может быть злость, это может быть обиды, это может быть ненавище, это может быть что-либо ещё, это может быть самообвинение, это может быть там чувство вины за что-то, да, и прочее. То есть это все те чувства, которые несут вам негатив. И у них, у этих чувств есть в определённой степени есть причина, есть основание, и, соответственно, с этим они не работают. Чтобы вы свои чувства выразили, чтобы вы поняли их природу, природу своих чувств, именно благодаря этому, чтобы вы лучше узнали себя. И лучше узнав себя, чтобы вы более сознательно двигались по жизни одна. Не четверть молодого человека, не с помощью молодого человека, а одна, сама. Понимаете, какая штука? Это очень важно для вас. Боль, это, если вот брать в общем, боль, это повод для личностного роста. То есть, если вам больно, значит, нужно вам личностного роста. Вот, становиться более зрелой личностью, более полной, более цельной, вот, более самодостаточной, потому что сейчас у меня нет ощущения, что быть самодостаточная личность, да. Вот, ну вот, примерно так можно ответить вам на вопрос. И вам желательно бы сформулировать свой запрос именно к нам, к психологу, с чего вы хотите. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешется.